Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы продолжим сейчас разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам, обратившись к 11 главе. 11 глава начинается словами, которые с формальной точки зрения должны были бы быть отнесены к самому концу 10, но, вообще говоря, имеют, конечно, совершенно самостоятельное значение. Апостол пишет здесь, в первом стихе 11 главы, «Подражайте мне, как я Христу». Он говорит об этом в продолжении того, что выше он говорил, об отношении к идложертвенным яствам, о том, что христианам следует в первую очередь вникать в суть дела, а не руководствоваться какими-то формальными критериями оценки. И вот об этом он говорит, продолжая этот разговор, «Подражайте мне, как я Христу». Ну, он, конечно, да, предлагает своим читателям обратить внимание на то, как живет Павел, в довольно большой простоте. И действительно, все время различая суть и внешние какие-то особенности происходящего. Но еще важнее, мне кажется, для нас вот его, вторая половина его мысли, «как я Христу». Суть заключается для апостола таким образом не в том, чтобы подражать кому бы то ни было, чему бы то ни было впечатляющему, но подражать именно Христу в конечном итоге. Это действительно важно, потому что, знаете, мы так устроены, что многие вещи впечатляют нас, кажутся нам великими или возвышенными, чем-то таким, что было бы хорошо реализовать в своей жизни. И нередко мы выбираем свои пути по жизни, именно исходя из вот такого впечатления, которое те или иные примерно нас производят. Это касается того, как мы выбираем профессию, и того, как мы выбираем семью, и того, как мы выбираем наши пути к Богу. Вот то, что нам кажется более впечатляющим, привлекает нас, и мы думаем, что таким путем было бы хорошо пойти. Апостол же говорит о том, что, по сути, важно только подражать Христу, который, в свою очередь, в полном послушании воли Отца Небесного находится. Вот что, по большому счету, на самом деле важно. В конце концов, понимаете, примеров вокруг нас существует великое множество. Пример Павла – один из них, но важно, пишет апостол в этом его примере, именно то, что он подражает Христу, а Христос исполняет волю Отца Небесного. И сама по себе эта идея подражания Христу в христианской истории, в христианской мысли, в христианской жизни чрезвычайно важна, потому что, во-первых, самое прекрасное, самое ценное, самое подлинное, настоящее во всем бесконечном спектре того, как вера христианская является себя в истории, все связано именно с подражанием Христу. И, наоборот, все самое ужасное и мерзкое связано с тем, что мы вместо подражания Христу абсолютизируем какие-нибудь другие вещи, другие идеи. Далее, начиная со второго стиха, и дальше, на самом деле, на протяжении нескольких глав, апостол говорит о том, как с его точки зрения следует жить христианам, в первую очередь имея в виду, конечно, собрание церкви. И начинает он этот разговор с темы, которая, по-видимому, была более актуальна для коринфян, чем для самого апостола, с темы о том, каким образом мужья и жены участвуют в церкви, присутствуют в церкви, живут, действуют, находятся в церкви. Здесь, на самом деле, не так легко подобрать подходящий глагол по-русски. И, знаете, обычно в этом рассуждении апостола со второго по шестнадцатые стихи одиннадцатой главы читатели, особенно все, замечают в первую очередь слова, вырванные абсолютно из контекста и не очень важные для апостола, слова «жене глава муж». Ну и, как правило, в основном этим все и ограничиваемся, мы только это вычитывая. Ну и еще, конечно, там апостол Павел пишет про покрытые и непокрытые волосы, причем любопытно, что здесь он в каком-то смысле пересиливает себя как иудея и пытается сформулировать некоторый принцип, некоторое правило, которое было бы актуально и уместно на языкохристианской почве, потому что сам-то Павел, как иудей, ясное дело, молится с покрытой головой. Ну и вот, как правило, повторю, мы именно это и видим в «жене глава муж», и пусть она, значит, ходит в платке и молчит, как рыба об лед. Но на самом деле апостол пишет о вещах более интересных, я бы даже сказал, и, само собой, разумеется, более важных и глубоких. Потому что, вот смотрите, он говорит, я вас хвалю за то, что вы помните, то, что я вам говорил, старайтесь этому следовать, но еще хочу, чтобы вы знали. И вот он говорит о христианской семье в данном месте, в данном тексте, и он говорит «всякому мужу глава Христос», жене же глава муж. И первая половина в тысячу раз важнее второй. Гораздо, мне кажется, серьезнее, с практической точки зрения для нас, слова апостола о том, что всякий человек, мужчина, допустим, в данном случае, всякий муж – это тот, у кого глава Христос. Тот, у кого глава Христос. Если ты так хочешь быть главой жены, ну, хорошо, проверь себя, тебе глава Христос или нет. Потому что, если нет, то это абсолютно обнуляет, как теперь принято говорить, все твои потуги быть главой жены. Дальше Павел говорит на самом деле три таких важных момента, если выстроить их в иерархическом порядке. Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. И на первом месте-то на самом деле оказывается Бог. И соединенность с Богом, которая дается семье через, ну, вот Павел говорит, через мужа, которому глава Христос. Вот это сущностно, это важно. Потому что, в конце концов, дальше, знаете, он в какой-то степени немножко сбавляет тон, говоря о том, что это, в общем, обычаи, это то, как принято, как устроен социум, в котором живут люди, к которым он обращается. Устроен он, кстати, не так, как привычный для Павла иудейский социум. Вот. Но важно для него, повторяю, вот это соподчиненный, соединенный с Богом. Отношение между человеком и Христом это та единственная ниточка, на которой на самом деле муж и жена подвешены, на которой все держится в семейной жизни. И да, конечно, Павел, согласно представлениям его времени, его эпохи, его самого человека в данный момент, не семейного. Обратите внимание, как должно быть устроено. Но, повторяю, самое существенное, что нам надо здесь вычитать, это то, что для христиан, для веры христианской абсолютно необходимо, чтобы мужу был глава Христос, чтобы муж на это согласился. А быть или не быть главой жены, ну да, конечно, но это не обусловлено универсальными законами мироздания, не потому муж – глава жены, что женщины какие-то там унтерменши, неполноценные люди. Нет, нет, это вообще возможно, это главенство, только если мужу глава Христос. Вот, и мне кажется, это серьезная коррекция по отношению к тому, что мы привыкли в этом тексте видеть. Дальше он говорит о том, молиться и пророчествовать женщинам следует с покрытой, головой не покрытой, и обращается к реалям того времени, тогда действительно было принято, чтобы женщины ходили с покрытой головой в эллинском обществе, ну или, скажем, в эллинистическом мужчины молились с непокрытой головой. Ну, хорошо, ладно, да, тогда это было так. На самом деле, знаете, появившийся, в сущности, после печальных событий октября 1917 года обычай, требующий, чтобы женщины непременно там ходили в платочке, он отсюда не очень вытекает. Потому что Павел соотносит практику его корреспондентов с тем, что принято в окружающем его социуме, в окружающем их социуме. Там было не принято. Женщинам ходить с непокрытой головой считалось не очень приличным. Ну, хорошо, ладно, значит, вот они ориентируются на это. Он потом дальше в этом послании напишет, что, друзья, надо, чтобы было прилично, прилично, чтобы не шокировать, не смущать никого. В наш сегодняшний контекст это на самом деле с большим трудом может быть перенесено, может быть, даже с точностью наоборот. Но обратите внимание на то, что Павел говорит и о мужьях и женах, которые молятся и пророчествуют. Молятся и пророчествуют. Он тем самым говорит о фундаментальных дарах духа, которые даются христианам, о том, что принципиально, действительно важно, чтобы церковь была церковью о молитве и пророчестве. Там, где Павел будет говорить еще о пророчестве, мы, может, скажем об этом подробнее. В данном случае мы видим, что он вовсе не считает чем-то из ряда вон выходящим женщину, которая молится и пророчествует. У меня впечатление, что, когда апостол дальше в другой главе будет говорить про женщину, которая следует церкви помалкивать, что-то мы там не совсем правильно, недостаточно объемно понимаем, мне кажется. Потому что думать, что просто молчи и все, это несколько упрощения. Павел говорит о женщине, пророчествующей, и для него это совершенно нормально, лишь бы это происходило прилично, с покрытой головой. Сам факт того, что женщина молится и пророчествует, его совершенно не смущает. Он считает это абсолютно нормальным. Как мы ухитрились дойти до ситуации, когда нам это покажется чем-то абсолютно невозможным и возмутительным, это другой вопрос. Ну вот, апостол Павел думает так, как здесь написано. И дальше, тоже выражаясь, может быть, не до конца внятно, не подряд, излагая свои мысли, может быть, в этот момент для него важно сказать самое ключевое, апостол говорит вот о чем. Смотрите, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ Божий и слава Бога. Жена должна покрывать голову, потому что она есть слава мужа и таким образом отнесена с Богом через мужа. Ну, хорошо. Это, в общем, довольно понятно. Об этом Павел говорил выше. А дальше он говорит, не муж от жены, жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, впрочем, впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. То есть, получается, что он считает невозможным ни для мужа, ни для жены, есть ли они муж и жена, не просто там посторонние дяденька и тетенька или даже там находящиеся в каких-то романтических привязанностях друг к другу, если это муж и жена, то ни тот, ни другой не могут иметь от партнера, от супруга отдельных отношений с Богом. Помните, апостол Петр в своем письме пишет, мужья, обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот об этом речь. О том, что если это семья, если мы двое, то у нас общее отношение с Богом. Ответственность за них, да, несет муж, потому что ему глава Христос, и ответственность мужчины в том, чтобы действительно впустить Христа в эту жизнь, в эти отношения, но они у нас общие, они никак не могут сепарироваться, понимаете, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, как муж, как жена от мужа, так и муж через жену. Что имеет в виду апостол, может быть, мы скорее можем только догадываться или пытаться интерпретировать, исходя из наших сегодняшних знаний о человеческой природе и о человеческой семье. Не все из этого было понятно в эпоху Павла. Но все-таки вот мне кажется, что основная идея, которую он этими несколькими способами пытается сформулировать, заключается в том, что все от Бога, но не муж без жены, не жена без мужа. Вот никак. И снова повторю, идея о том, что мужчина действующее лицо, а женщина у него где-то о хвостье с детьми, она по меньшей мере недопустимое упрощение этой картины, а скорее всего просто неосознанное проявление мужского шовинизма. Вот. Это надо иметь в виду, потому что, знаете, это очень яркий пример того, как мы видим в довольно пространном тексте несколько буквально слов, которые понимаем по-своему, а про что нам хочет сказать автор, что он имеет в виду, часто очень упускаем. Вот. Далее продолжая разговор о церкви, об отношениях в ней, о том, как происходит жизнь церкви, во всяком случае, в коринфской христианской общине, апостол переходит к братской трапезе, к вечере Господней. Чтобы был понятен контекст, нам надо с вами вспомнить, что в Павловы времена преломление хлеба, то есть таинства Евхаристии, совершалось собравшейся христианской общиной после трапезы. И на эту трапезу, ее называли трапезой любви или агапой, что, кстати, вызывало некоторые проблемы в окружающем обществе, когда они это слышали, и клевету на христиан, не самое удачное было название, скажем прямо. Тем не менее, вот, все приносят еду, не деньгами скидываются, потому что свободных денег у абсолютного большинства христиан просто нет. приносят еду, совершают общую трапезу, и идея Павла во всей второй половине 11 главы в том, что она должна быть именно общая, что мы приносим, так сказать, в общий котел, а потом распределяем на всех, разделяем между собою. Каждый приносит в меру того, что он может отдать. И вот в конце этой трапезы предстоятель, как бы его ни назови, мы знаем по историческим источникам, по текстам того времени, что это мог быть епископ, пресвитер, пророк, апостол, человек, не имеющий иерархического служения, не совсем так все было, как у нас сегодня. Тем не менее, вот, некий предстоятель, кто в данный момент возглавляет это собрание, благодарит Отца Небесного, приносит благодарение, преломляет хлеб и благословляет чашу. После еды, после еды, после трапезы. Тоже, знаете, довольно поучительная для нас сегодня вещь, категорически перпендикулярная современной практике, потому, что, если бы кто-нибудь из сегодняшних христиан попытался, преломить хлеб после еды, ну, в общем, мы бы его, конечно, изженули и изрекли всякзол глагол, и прилагательно еще хуже. Тоже довольно важно увидеть вот эту разницу. Что же по сути говорит апостол? Он говорит об этом собрании следующее. Во-первых, во-первых, он пишет, «ну, я знаю, что среди вас бывают разделения, что вы по частям собираетесь, не друг с другом, все вместе, а какими-то группками, направлениями, и даже, говорит он, отчасти верю тому, что это так, потому, что Павел говорит здесь, надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись между вами способные». В нашем переводе синодальном здесь стоит слово «искусные», оно не абсолютно точно, но тем не менее мысль Павла понятна. Он говорит, что ну да, это нормально, когда вы думаете по-разному. В оригинале в греческом стоит слово «ересис», и это вызывало в истории христиан большие кривотулки, я бы сказал. потому что с одной стороны мы привыкли использовать слово «ересь» в уничижительном смысле, всякие там ошибочные, верования, заблуждения, прочее, прочее, но Павел здесь совершенно использует это слово без негативных коннотаций, с одной стороны, а с другой стороны он не видит ничего хорошего в разделении на эти направления. таким образом упал в голове картина, что, ну да, вы думаете по-разному, делаете по-разному, как-то что-то по-разному практикуете, но необходимо, чтобы вы были вместе в этой трапезе Господней, иначе все превращается в грех, иначе все разрушается. Вот что очень важно, понимаете, сегодня мы, как правило, ставим одинаковость мыслей, такое единомыслие во вкусе Козьмы Пруткова, как предварительное условие единства в трапезе Господней, а Павел говорит ровно противоположное, он говорит, ну да, вы разные, да, у вас есть направление, или разномыслие, ересис, ну нехорошо перевести на современный русский язык, здесь прямо ереси, будет плохо звучать, если мы скажем, надлежит быть ересем между вами, дабы открылись между вами способны, это будет ненормально. Нет, вот должны быть между вами направления, но Павел говорит, но это не должно разделять вас, пусть будут, ладно, вы разные, думаете по-разному, в чем-то по-разному поступаете, но вам следует быть за одной трапезой Господней. И то, что эти направления разные, не является для Павла причиной отделения друг от друга в трапезе Господней. И тоже совершенно очевидно, что уже много столетий христиане думают и поступают по-другому, прямо противоположным образом. Не мне судить здесь о правильном и неправильном, но мне кажется поучительным этот контраст увидеть. Далее апостол говорит о том, что, ну вот, друзья, смотрите, как вы приходите. Вы приходите без любви друг к другу, без уважения, без желания единства. Вы формально приносите какую-то еду на общий стол, но свою еду съедаете сами, да еще и торопясь. Всякие поспешают прежде других есть свою пищу, так что кто-то, кому нечего было принести, остается голодным, а другой упивается вином и объедается пищей. То есть Павел говорит о том, что люди приходят как будто бы на вечерю Господню, как будто бы для преломления хлеба, но при этом не вместе друг с другом, но при этом жадничают, не хотят разделить свою еду с ближним. Дальше апостол говорит о том, кто будет есть хлеб си и пить чашу Господню недостойно. Что он называет недостойностью? А вот именно это невидение другого, нежелание разделить свою трапезу с другим, поделиться тем, чего у тебя много. Вот это и есть недостойно с точки зрения апостола, по крайней мере, вот в данном тексте. Вовсе не то, что мы потом навыдумывали, что кто-то там недостаточное количество поклонов бил лбом опол или каких-то невразумительных текстов слов проглядел, опять же, недостаточное количество или недостаточно изнурял себя еще какими-нибудь способами. Нет, не об этом идет речь вообще, как теперь говорят, от слов совсем. Мысль апостола очень прямая. «Ваше недостоинство», говорит он Коринфянам, «в том, что вы не вместе друг с другом, в том, что вы закрываете свои сердца и свои корзинки с едой от своих братьев. И это, говорит апостол, есть оскорбление вечери Господней. Поэтому, говорит он, вы питаетесь вечери Господней, а умираете, потому что и это делает вас пьющими себе, едящими пьющими себе во осуждение. И посмотрите, какой разительный, конечно, контраст с сегодняшними нашими идеями. Хотя, впрочем, нужно сказать, что ну вот там довольно много лет, которые я наблюдаю, взгляды христиан здесь довольно существенно эволюционируют. Ну, и, наконец, внутри этого разговора апостол свидетельствует о том предании, которое он получил от Господа и от других христиан, предание о Тайной вечере. И здесь он, с одной стороны, не говорит для нас, в общем, ничего нового, как и евангелисты-синоптики. Апостол говорит, я принял, что Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, благодарил, преломил и сказал, примите, ешьте, это и есть тело мое. Установительные слова Таинства Евхаристии он цитирует из Евангелия. И, в общем, здесь, по-видимому, и для него самого, и для его читателей должно быть все понятно. Да и, наверное, для нас тоже. Но, по сравнению с Евангелием, апостол добавляет еще одну фундаментальную мысль. Смотрите, в 26-м стихе он говорит, что, вернее, выше, в 25-м, он говорит о том, что Христос заповедовал своим ученикам, говоря, сие творите в мое воспоминание. Это, на самом деле, одно из всего двух прямых повелений Христа. Он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас, и сие творите в мое воспоминание. Вот, апостол об этом напоминает, когда только будете пить, чашу сию в мое воспоминание, делайте так, разделяйте ее, приносите Богу с благодарностью, преломляйте хлеб в благодарность воспоминания обо мне. И дальше Павел объясняет, что для него значат эти слова. Он говорит, потому что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, возвещаете смерть Господню, доколе он приедет. То есть, по-видимому, апостол полагает, что всегда, когда христиане собираются вместе, разделяют друг с другом трапезу, принимая на себя ответственность за жизнь друг друга и стараясь, чтобы все было общее, преломляют хлеб и поднимают чашу благодарения во имя Господне, в этот момент как бы заново актуализируется смерть Христова, когда Христос отдает за нас свою жизнь, отдает свою жизнь за других. Ну, во-первых, отсюда, конечно, вытекает в той или иной степени принятое среди исторических церквей, в частности, у православных и у католиков, учение или представление о реальности таинства, о реальности присутствия Христа в Таинстве Евхаристии. Причем Павел говорит не просто о том, что он реально присутствует в теле и крови, в хлебе и вине. Он говорит о том, что в этот момент Христос распинается за нас, мы возвещаем его смерть, в которую он отдает свою жизнь нам, свою жизнь нам, питает нас своей жизнью. Вот что значит эти поразительные на самом деле слова смерть Господню возвещаете, доколе он приидет. И так, говорит Павел, будет до конца, будет до конца. Реальность происшедшего с Иисусом, того, что описано в Евангелии, как реальность его присутствия, нам сегодня даны в этом хлебе Евхаристии. И если продолжает отсюда апостол, если вы не любите друг друга в этот момент, то все разваливается, то все только во осуждение. Ну, как евангелист Иоанн пишет в своем первом письме, если ты врешь, что любишь Бога, а на самом деле и ближнего не любишь, то какой в этом смысл? Вот так и о Павелах говорит об этом. И в конце он предлагает очень практический вывод, говоря, итак, братья, когда вы собираетесь на вечерин друг друга, ждите, ждите, чтобы всем вместе разделить эту трапезу, чтобы всем вместе преломить хлеб друг с другом, напитать друг друга простым физическим хлебом, который будет поддерживать биологическую жизнь, и хлебом духа телом Господним. Продолжение следует...